Отравиться станет сложнее. Через 10 дней на Алтае вступит в силу закон, запрещающий продавать несовершеннолетним снюсы – табак с никотинозаменителем. Прежде эта отрава была легальна, но химический состав лайт-версии в мармеладках и постиле куда опаснее. Когда изучили содержание никотина в этих постилках, то оказалось, что оно превышает количество в одной сигарете в 50-60 в сторону. В местах легальной продажи уже стало меньше продаваться. В основном идет продажа из рук в руки, в домах, в школах, везде. Юные торговцы теперь могут попасть на штраф до полутора тысяч рублей, юрлиться – до 15 тысяч. Закон, по сути, закрыл правовую федеральную брешь. Общие правила изменят и в порядке проведения митингов. Депутаты одобрили право нести транспаранты прямо под окнами госструктур. Министерство обороны, Министерство внутренних дел, МЧС, УФСИН, прокуратура, Следственный комитет снимается ограничение в отношении 50 метров до территории и зданий. И, кроме того, снимается ограничение 50 метров перед зданиями правительства Алтайского края и администрации муниципальных образований. Небольшая, но важная поправка. Депутаты изменили закон о земле для многодетных семей после случая с погибшим бийским срочником. Он был третьим ребенком. Формально чиновники должны были снять их с очереди. Мы достаточно оперативно. Был разработан этот закон и принят, что в случае гибели ребенка и по вине родителей, то не снимается семья с очереди. Скорректировали и закон о выделении земли под социально-культурные и коммунальные объекты инвесторам. Передавать участки планируют без торгов. Поняли это не все. Переходим к торгам, которые проходятся и принимаются на уровне какой-то комиссии. А судя по другому отзыву, за несколько лет с просьбой о земле обратилось всего 5 бизнесменов. Изменит ли закон привлекательности деятельности, пока неизвестно, но большинство все же закон приняли. Анастасия Дорога, Николай Шелко. День с толком.